Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и у нас очередная новая сказка в приложении Kids Corner. У нас появилась новая книжка про фиксиков, а именно фиксики в холодильник. И давайте с ней познакомимся. Была такая серия, где Нолик в холодильнике к жвачке примерзла, и по ней сделали книжку. Только книжку не простую, а книжку вот такую интерактивную. Ким Димыч, рассказывай. Нажимаем на него. Ха-ха, он жвачку лопает, да? Еще больше. Ничего себе. Ну все, с уроками покончено. Он же ничего не писал, только жвачку дул. Вот она, наша жвачка. Теперь ты, Лора! Помоги синхю догнать мою. Ого, как? Попорачивайся от препятствий. Давайте попробуем. Опа! Отлично. Ой-ой-ой. А здесь? Ой, а я перепрыгнул. Ну да, Нолик же меньше, он мог под низом проехаться. Еще один прыжок. Ой, опять вниз. Успел. А Нолик мелкий, ему даже успевать не нужно было. А вот попался, который... Кусался. Ха-ха, теперь ты, Лода! Ой, Симка, помоги! Я прилип! Ну-ка, не двигайся. Помоги Симке освободить Нолика от жвачки. А как это сделать? Отковырять его? Никак. А ну-ка, еще раз. Только сильнее тянем. Снова никак. А как же это сделать? Какой ты, Липпучкусь! Симка, мы же меня тут не бросим. Не бросим. Но боюсь, Нолик, ты влип надолго. Пускай отдохнет. Иди, Мэйч, помоги! Ха-ха. Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает. Ха-ха, белая куча. Это же моя жвач... Ээээ... Живательная резинка. Вот, спасибо, Дим Димус. И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю. Ее надо заморозить. Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку. Жвачка замерзла и легко отлепилась. Не хочу в морозилку. Не волнуйся, Нолик, я буду с тобой. Так, переходим в следующий раздел. Морозилка. Тут уже Нолику и камеру сделали, да? С подушкой, со столиком. Держитесь, это ненадолго. Зачем еще держаться? Жвачка сама меня держит. Даже вокруг видно комнату. Симка, а почему в морозилке так холодно, если становится тепло? Сейчас объясню. В холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке. Часть трубки находится внутри холодильника. В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло. Эта часть трубки охлаждается. А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается. Это потому что в ней пар снова превращается в жидкость и отдает тепло, которое забрал изнутри. Вот так ли? Вот так. Помоги убрать продукты в холодильник. Так, убираем. Найди каждому продукту свое место. Так, смотрим. Яблоки, да? Вот они, два яблока. Отлично. Есть. Кусок колбасы. Вот он, да? Ходится. Так, дальше. Наверное, кастрюлю с борщом. Яйца у нас почему-то все разбросаны. Смотрите, даже на полу лежит. На полке. И в поварешке он. Это только Нолик мог так все раскидать. Пока еще не примерз, не влип. Так, сверху... Что это у нас тут такое? Даже не видно мне. Наверное, может, мороженое. Отлично. Так, в такой мешочке. Дальше сыр. Ка-ка-ка. Банка с чем-то непонятным. Может, с помидорчиками. Ка-ка-ка. О, ну это мы знаем. Это молоко. На нем даже написано. Милк. Вроде бы все. Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ты что, шутишь? Нет, не корабль. А, перчатки. Они сейчас греют. Да. Я думаю, корабли где-то в теплых краях плавают. Я пошла за теплыми вещами. А как-то я... Жди меня здесь. Дим Димыч, открой! Называется Нолик, жди меня здесь и никуда не уходи, да? Жизнь Фиксика полна всяких опасностей. В темной морозилке Фиксик может сбиться с пути и замерзнуть. Найди Фиксика в холодильнике среди замороженных продуктов. Так, смотрим. Первая слева это вишенка. Вторая... Глыба льда это рыбка. А третий похож на... Нолик. А. А, нет, а похож был на Фиксика, да? Смотрите. Там дальше вот... А, вот дальше. Тоже бы думал, что Фиксик, слушайте. Справа теперь. Блин, а где же Фиксик? Это рыба. По-любому. А вот дальше... Нолик. Все-таки Нолик был в самом конце. Что, замерз? Стоит Фиксику зазеваться, и вот он уже тонет в стиральной машине или в посудовой. Открываем стиральную машину, да? Спаси Фиксика и стиральную машину. Так, а как его спасти? Пузырьки нужно лопать? Вот. А, получается, это симка. Симка же она внимательная была. Почему она туда попалась? А монетки нам нужно ловить или нет? Получается, если я ловлю монетки, то у меня жизни сбрасываются, их ловить нельзя. А я сначала думал, что все шарики нужно, которые с чем-то ловить. О, теперь дело пошло. Если пустые, я лопаю, ничего страшного. А если вот эти с какими-то предметами, то у меня сбрасываются жизни. Так, осталось еще два раза симку словить. Один раз. И вот она спряталась за кусочком лего. Неосторожный хитчик всегда рискует получить удароток. А если в приборе случится короткое замыкание, и начнется пожар. Тут уж только ноги уноси, чтобы не пропасть. Помоги фиксикам потушить огонь. А, не тушитель есть? А вот симка прибежала. Ого, не понял. Почему так много? Слушайте. Был же в одном месте огонь. Когда он успел разгореться? А как тушить хорошо? Ну вот. Блин. Он все горит и горит. Вот, отлично. Наконец-то потушили. Я же думал, не справимся. А люди, ведь им вообще тела нет до фиксиков. Любой человек может уронить что-нибудь на фиксика, наступить на него или прищепить дверью. Вовремя не увернешься и... Помоги фиксику увернуться от падающих предметов. А как это делать? Это типа тренировка была, да? Ой-ой-ой. Ого. Стоять. Ай. Ого. Чья-то ножка была. А это что, большое? Книга. Мячик опять. Опять нога чё-то. Ой. Мячик. Ну вот и все, принцип, прошли. Словом, фиксики, будьте внимательны и осторожны. Берегите себя, фиксики. Ну что же, Нолик. Нолик, ты живой здесь? Ну? Мася, Мася. Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо. Собери теплую одежду, разложенную по дому. Варежки для Нолика. Вот они. Как их собрать? А, синие нужно, он же мальчик. Шапка для Синки. Шапка есть. Шарик для Нолика. Шарик вот рядом с перчатками. Варежки для Синки. Вот теперь для неё розовые. Шапка для Нолика. Шапочка, шапочка. Где шапочка? А, можно ещё шкаф открывать. Ага. Шапка для Синки на тумбочке. Так, признавайся, что случилось. Кто ж признается? Жвачка уже достаточно замёрзла. Помоги Нолику освободиться. Как, постучать по нему? Вот. Ура! Тим, Тимыч, Синька! Откруйте! А, никого нет дома, да? Но вот теперь я здесь навсегда замёрзну. Нолик всегда найдёт выход. Ничего не понимаю. Он же был здесь. Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Вот следы есть, я вижу. Помоги Синки с Масей найти Нолика. Маса, смотри! Следы! Идём по следам. Да! Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Помоги Масе и Синьке найти Нолик. Так, смотрим. Вон, по-моему, Нолик там шапкой уторчит, да? Или что это? Маса, смотри! Следы! Стоп, а где следы? А, вот следы. Ничего не понимаю. Да, это лёд. Он же был здесь. Вот сверху ещё следы тоже есть. Маса, смотри! Следы! Здесь такое. Ничего не понимаю. Он же был здесь! Вроде бы и следов больше нет, да? Идём, значит, на выход. Маса, смотри! А, ещё следы! Надеюсь, что мы его уже найдём. А вот и наш стол. Нолик! Ты жив! До чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашёл холодную трубку и полз, полз по ней, пока она не стала горячей. От тебя дым идёт, тебя нужно срочно охладить. Что? Где? Не хочу холодить! О! Я пошутила! Лови Нолика, лови Нолика. Нолик, стой. Потушили Нолика. Во, как замёрзла! Зубы сломаешь! Ты что, её опять жевать будешь? Нет, конечно. На ней же Нолик сидел. А нечего было лепить её, куда попал? Ладно, не обижайся. Пойду в ведро выгрышу. Смотри, не промахнись! Помоги пиксикам поймать мусор в картинку. Ух ты, вот так вот. Смотри, не промахнись! Ой, подождите. Я что-то ничего не понял. А, тень! Не, я как-то не успеваю. Подождите. Так, вот сюда. Отлично. Я просто на компьютере играю, поэтому тут тяжело мышкой перемещать право-влево, пока вот с одного края экрана в другой проведёшь мышкой, уже мусор упадёт. Какая рыбка красивая сверху нарисована. Родноцветная, да? Ай, не успеваю. Успел. Опять успел. И... Всё? А, нет, нет, нет. Блин, не успел. Что это было? Всё, рыбка уже собрана. Точнее, косточки от неё. Конец. Здесь такой замороженный, да? Красиво так пар идёт. Летом нам не хватает как раз такого льда. Так, ну что же. Нам сейчас должны написать. Эта книжка подошла к концу. Спасибо за твою помощь. Без тебя мы бы не справились. А скорее спеши к новым приключениям на страницах других книжек, которые так ждут тебя. А, ну, завтра у нас будет обзор новой книжки про мимимишек. А можем даже глянуть на неё, какая она. Ну, и надеемся, скоро выйдет новые книжки про фиксиков. Так, вот они, мимимишки. Борьба за урожай. Так что, если вам нравятся интерактивные книжки в приложении Kids Corner, то продолжайте следить за нашими новинками. И буквально, вот я обещал, завтра выйдет следующая мимимишки. Борьба за урожай. Ну, а если вам понравилась эта сказка, то поддерживайте её своими лайками и комментариями. Не забывайте делиться с друзьями. А также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. Пока-пока, до новых встреч!